В этом вечерний хэштег мы продолжаем говорить о строительстве студенческого кампуса мирового уровня в Тюмени. Вы также можете присоединиться к разговору, поделиться своим мнением. Телефон прямого эфира 682-147. Павел Анатольевич, вот кампус будет расположен на левом берегу Туры. И некоторые пользователи в социальных сетях отмечают, что там неудобная развязка. Ну и такой большой объект может создать проблемы для всего городского трафика. Как вы считаете, удачно место выбрано или нет? И будет ли в таком случае необходимость какая-то дорабатывать, строить новые дороги, мосты, для того, чтобы всем было комфортно? Конечно, такая необходимость будет возникать. И хочу вам сказать о том, что ряд решений о развитии инфраструктуры в этом районе уже принят и реализуются. Приведу только один пример. Уже принято решение о том, что, например, из района Док будет построен еще один мост. Это как раз вот туда, в заречную часть города Тюмени, недалеко как раз от кампуса. Нет, это будет полноценный мост через реку с автомобильным движением, с пешеходным движением. И, соответственно, он создаст дополнительные возможности для трафика в данном районе. Сегодня вовсю идет строительство и уже первый этап запущен в эксплуатацию. Развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружба, это тоже примерно этот же район, тоже трафик этого района очень хорошо распределяет. Также оперативно будем следить за обстановкой и все решения, которые будут влиять положительно на развитие транспортной инфраструктуры этого района, будут своевременно приниматься. Динамика этих процессов у нас в регионе очень такая высокая. Те или иные решения принимаются постоянно, поэтому здесь, я думаю, что беспокоиться не стоит. Было бы ради чего все это развивать. Вот такие точки роста, интересные проекты, а все остальное приложится. Катя, все-таки для студентов, центр города, это плюс или минус? Мне кажется, очевидно, плюс. Да? Ну, а как? А природа, птички, а тут такое вот деревья, и я выхожу в лес, и совершенно осветленный начинаю какие-то научные изыскания. Ну, мы же... И не тонут на голову, а там вот на природе это все попадало. Мы же не ограничиваем себя. Вдруг там будет зеленая зона большая, лес. А-а-а. Ну, хорошо. Ну, вот мы уже на этот вопрос, который сейчас прозвучит, немножко отвечали, когда мы проходили опрос. Но сейчас есть возможность порассуждать и высказать все свои, скажем так, хотелки, желания и, не знаю, мысли о том, как это должно быть. Ну, вот, наверное, начнем с вас, Вероника Васильевна. Вот губернатор говорит, что там может быть и сцена, и футбольный стадион, и что на ваш взгляд еще могло бы там разместиться? Не знаю, может быть, парк, может быть, не знаю, какое-то, еще какие-то пространства дополнительные. Мы ведь мечтать начали не сегодня о кампусе. Мы ведь давно уже начали о нем мечтать и собирались, и как раз общественные пространства в основном мы и обсуждали. Они бывают разные. Я за то, чтобы через каждую нашу новеллу в архитектуре, наше новое общественное пространство просвечивало нашу особенность, наша сибирская правда такая, историческая, промышленная. Мы сейчас говорили про идею, а вот с точки зрения функционала... Почему бы не открыть, например, музейные пространства, там, где есть такая возможность, ведь есть примеры и в мире такие, и тоже сюда этим мостиком перекинуть в студенческую жизнь. Очень много подвижных у нас экспонатов музея, очень много старой, промышленной, ну, сейчас невостребованной уже, отработавшей свой век техники. Давайте сделаем такого рода пространство. Какой-то парк современных культур там. В Нижнемногу, вроде, в Кремле много чего стоит. В Саратове, на Соколовой горе много чего стоит. У нас есть пласты истории, которые никак не можем открыть в Тюмени для общественного пользования, для того, чтобы дети, например, могли это изучать, просто проходя мимо. Такой проект мы тоже реализуем по развитию, например, нефтегазовой отрасли около своих корпусов. Так давайте его туда двинем, он уже практически готовый, и показать всем керн, например, как он выглядит. Архитекторы очень любят на него смотреть, любоваться и потом создавать какие-то свои шедевры. И говорят, что он уникален по своей красоте. Теперь я захотел керн посмотреть. Да, я тоже не понимаю, о чем идет речь. Иван Сергеевич, ваши фантазии, предложения, мысли, идеи? Ну, как мы говорили, это должна быть комфортная среда, поэтому там все должно быть для комфортной жизни, но при этом, если мы говорим об университете, о высшем образовании, об интеллектуальной корпорации, там все должно быть наполнено духом искусства, красоты. Поэтому и должны быть и спортивные объекты. О, про гуманитариев, спасибо вам большое. Лед, например, не хватает. Вот командам тренироваться негде, бассейнов не хватает. Проводить литературные вечера. Открытых пространств не хватает. Почему бы не появиться там в школе, к хорошей, качественной, к современной, с экспериментальным образованием, которого в России еще никто не делал. Чтобы и рядом городская среда тоже обогащалась вот этой инфраструктурой, и горожане тоже имели возможность к ней прикоснуться. Светлана Владимировна, Вы помнится тогда, когда мы вместе заполняли опрос, отвечали спортивные объекты, а что еще? Когда я отвечала, я закончила последовательность, наверное, на 50-м слове. Потому что мне хочется всего, что было сказано, еще чуть-чуть. Действительно, инновационно-образовательный квартал, который должен состояться в городе, это, конечно, и бизнес-инкубатор, и это технопарк, в котором будут те самые проекты образовательно-научные реализовываться. Это те спортивные площадки, с которых я вместе со студентами начала. Это, конечно же, озеленение обязательное. Надо сказать, что этот ответ от студентов поступал тоже довольно часто. Они тоже хотят озеленение. Архитектура, да, безусловно, это должно быть узнаваемо. Узнаваемо в пространстве и, наверное, трансформируемо. И если говорить о сцене или какой-то о горе, о таком пространстве, да, где мы будем собираться вместе с жителями города и с лидерами научных направлений, оно также должно быть трансформируемо. Мы должны смотреть на перспективу. И поэтому, конечно, та архитектура, которая сейчас закладывается, она должна предполагать возможность развития. Катя, все-таки чего студентам не хватает? Мне, как бывшему студенту, вот я сразу сказал, сцены не хватает. Я думаю, что, допустим, я боюсь Гаусс Северного за Урали, в мое время была Сельхозкадемия, что тоже. Я думаю, что им тоже, допустим, спортивного места не хватает. Им же приходится вообще ездить далеко для того, чтобы позаниматься спортом. Какие запросы сейчас у студентов, чего им надо? Ну вот я немножко открою тайну. Сегодня прошла первая фокус-группа со студентами, и я расскажу ответы. Студенты говорят, что им не хватает какой-то эко-площадки, той же теплицы, допустим. Выращивать помидоры? Да, да. Это есть у Гаусс Северного за Урали. Ну вот на этот вопрос отвечали сегодня студенты Тюменского государственного университета. Им не хватает какой-то туристической зоны, возможно, на крышах корпусов, чтобы там можно было следить за правым берегом туры, смотреть на звезды, просто ходить. Может быть, оранжерея какая-то будет? Оранжерея, да, то же самое. Все говорят про комфорт, что комфортно должно быть не только студентам, которые там будут проживать, обучаться, но и горжанам, потому что это же все-таки... А просто отвечали, те студенты, которые уже будут не студентами. А может, у них были пожелания по комнатам? Хотим, чтобы комната была на одного. О, кстати, вот про это студенты пока не говорят. Они больше говорят про наполнение всего кампуса. Про экологичность, про какие-то смыслы. Вот в таком плане. Они крутые, они совсем по-другому как-то мыслят. Вот по поводу этих грядок я бы никогда не видел на этом острове. Ну да, хорошо. Павел Анатольевич, вот сегодня очень много ректоров высказывались о том, что хочется какой-то необычной, красивой, интересной архитектуры, которая будет отражать какие-то особенности. А вот на ваш взгляд, с точки зрения архитектуры городского пространства, каким должен быть этот кампус для того, чтобы он вписался в Тюмень, не знаю, современном или, не знаю, с какими-то элементами деревянного зодчества, которые у нас там представлены над Дзержинского, да, например, на той же улице? Я уже говорил о том, что однозначно эта территория, она должна отражать какую-то историю этого места. Мы все привыкли к Тюменской старой зарике невысокой этажности, то есть определенные архитектурные ходы, которые в объектах кампуса должны быть обязательно, они должны отражать это историческое эхо, такое своеобразное. Мне кажется, однозначно, вот присоединяясь к тому, что было сказано, это должен быть объект, который будет стирать границы. Границы между всем и вся. То есть мы уже сегодня много говорили о том, что границы между вузами, горожанами, студентами разных вузов абсолютно разных направлений обучения. И в этой связи, вот мне кажется, принципиально важно, это не менее важно, чем то, что будет построено, какая инфраструктура, да, концертные залы, да, спортивные площадки, да, лаборатории, да, там много других объектов, безусловно, жилые корпусы. Но еще очень важно, не менее важно, это то, как будет управляться эта территория, насколько это будет делаться профессионально, со знанием дела, с опытом и так далее. И вот как раз та концессионная модель, которая сегодня предлагается для реализации этого проекта, она и позволяет надеяться на то, что это будет делаться, ну, с большой очень душой, профессионально и действительно то, какие ходы будут придумываться именно в этом процессе, в процессе жизни кампуса, это очень важно, вплоть до самых таких, которые сегодня показались бы, ну, очень экзотическими. Вот, например, боюсь вызвать критику, да, но тем не менее, почему бы там не поселить студента из индустриального университета со студентом из медицинского в одну комнату, они будут друг друга, так сказать, обогащать. Мы тоже филологи с историками дружили, нам не считали? Из абсолютно, из абсолютно, ну, филологи-историки это все-таки... Ну, прежде, да, через дорогу, хотя... Инженерное дело с медициной тоже близко, по сути, наш организм это инженерная система, и он состоит из трубопроводов, там, химических жидкостей и так далее. Медицина к этому тоже очень близкая, понятно, так огульно рассуждаю, но тем не менее. И вот это очень важные моменты, и они обязательно должны там присутствовать. И вот, еще раз повторю, та модель управления этой территорией в будущем, которая предлагается, она этому очень хорошо способствует. Ой, я вот люблю архитектуру, так бы не хотелось сайдинга вот этого из стекла, вот, честное слово, прям не могу. Хоть сибирская барокко, как вот Заминский собор рядом с главным корпусом СГУ. Что хотели бы вы, жители Тюмени, видеть в кампусе, об этом спросил наш коллега Игорь Жариков на улицах областной столицы. Давайте посмотрим. Ну, спортивный это по-любому. А какой спорт? Во-первых, воркаунты, да и вообще для себя, для тела, здорового тела, здоровый дух. Как бы, вот, странички, брусья, это было бы очень хорошо. Какую-нибудь скейт, площадку тоже было бы здорово бы. Я как музыкант с удовольствием бы проводила open-air концерты, чтобы там была такая концертная площадка, причем желательно классической музыки, ну, ну, вот, на мой взгляд, да, чтобы популяризация была хоровой музыки. У нас хоровая капелла классная, филармоническая. Ну, или всякие там, я не знаю, парк аттракционов, это, конечно, что-нибудь такое. Ну, или веревочный парк, или, я не знаю, что-нибудь такое, куда можно сходить всей семьей, как на Цветном бульваре, ну, поскромнее, может быть. Ну, я думаю, место, где можно будет собраться какой-то небольшой компанией, обсудить какие-то насущные вопросы. Ну, может быть, под открытым небом, или какое-нибудь закрытое пространство с теми же, там, может, кондиционерами. Ну, это больше должно, похоже, быть на конференц-зал или на кафе, например. Ну, я думаю, что-то ближе к кафе, чтобы там можно было выпить чай, кофе. Ну, вот в прошлом году из 30 заявок на строительство кампусов отобрали 8, в этом году вторая волна конкурса. Заявки принимают до 1 августа, их прием продлили. Наши шансы на победу, короткий ответ от каждого в финале. У нас нет других шансов, как только победить. Однозначно, мы уже готовы. Победим, конечно, победим. Кеменцы привыкли побеждать, мы все равно не отстанем. А, ну, если вторая, то третья волна, мы все равно добьем наш кампус. Спасибо всем большое, надеемся, что так и будет, и появится у нас кампус. Да, в свою очередь, хотелось бы сказать, дорогие жители Тюмени, Ямала, Югры, принимайте активное участие в создании собственной городской среды. Нам жить вместе с вами с ней, вашим детям жить, кому-то, может быть, в кампусе жить. Поэтому welcome на все интернет-ресурсы, фокус-группы. Если к вам подошла девушка на улице и говорит, я опрос провожу, не бегите на работу. Пара ответов, и это изменит нашу с вами жизнь в дальнейшем. Это был вечерний хэштег. В студии работали Дмитрий Чашков и Дарья Власова. До свидания. До встречи в эфире.